Есть собрание с чего? Сколько книжек? Не так важно. Давайте напишу, так скажем, 1, 2, 3, 14. Изволь, Вячеслав, поклонник любой, какой это? Представьте себе, что кто-то переставил книжки. Сначала давайте возьмем абсолютно случайную перестановку. Для того, чтобы было понятно, что это не я придумал, давайте я просто попрошу кого-нибудь выйти к доске. Написать числа в случайном порядке. Ну, конечно. Каждое число надо написать ровно 1. 1, нормально, нормально. Каждое число написано ровно 1 раз. Все поняли, что значит представить эту перестановку в виде циклов. Это для сегодняшнего занятия очень важно. Циклы. Или иногда говорят разложение на циклы. Что это значит? Очень важно. На первом месте стоит восьмая книжка. Ребята, для того, чтобы понятно объяснить, я не обязан писать вот эти числа. Я буду сказать такую вещь. На первом месте стоит восьмая книжка. Просто напишу рядом восьмой. И после этого я смотрю, а какая же встала на восьмой место? Двенадцатое. А на двенадцатое место? Десятое. А на десятое встала шестерка. А шесть на первое? Господа. Вот эти круглые стопки означают, что на самом деле надо себе представлять это в виде круга. Вот даже намного удобнее писать строчку, чем рисовать окружность. Просто место круг занимает. Конечно, если бы у нас у всех были бы огромные-огромные тетради с неограниченным, что называется, запасом места, то, конечно, надо было бы сделать не так. А надо было бы нарисовать вот такую штуку 10-6 и сказать, что перестановка – это движение по часовой стрелке. Ну, конечно, опять, что называется, по часовой стрелке, против часовой стрелки – это вопрос договоренности. Но давайте, что называется, на сегодняшний день мы говоримся делать вот так, как я сейчас делаю. Ну, а вот, что называется, в следующий раз, может быть, вы не измените эти договоренности. Ребята, обратите внимание. Когда у вас написана такая последовательность, то ровно так же можно было бы начать с числа 8 и написать 8-12-10-6-1. Можно было бы начать с числа 12, написать 12-10-6-1-8. Вы можете начинать с любого числа, потому что на самом деле речь идет о движении по кругу. Отлично. Вот теперь я должен взять какое-то число, какое-то здесь еще не было. Ну, например, давайте двое. Число 2. 2. Под ним написано число 3. Под тройкой написано 4. Под четверкой 7. Под семеркой 2. Отлично. Это еще один круг. Еще один цикл. Он короче. 2, 3, 4, 7. Вот такая вот техническая пристала. Отлично. Теперь 1, 2, 2. Давайте двое по этому число 5. Под пятеркой написано 11. Под числом 11 написано число 9. Под девяткой 5. Так. Это еще меньше. Так. 5, 11, 9. Так. Интересно, все числа или не все? Это 3, 4 и 5. Это в сумме сколько? 3, 4, 5. Сколько? Все. Наша перестановка в точке стала намного понятнее. На самом деле отдельно у нас здесь происходит движение. Отдельно здесь и отдельно здесь. Даже в смысле количества мела, которое тратят, вот на эти две строчки, мы тратим больше мела, чем на вот эту систему. А это тоже самое, только нарисованное. Так вот, ребята. Цель нашей с вами сегодняшней работы. Разобраться в том, что же делать с этими самыми цикличными установками и так далее. Давайте я сначала, за какое наименьшее количество действий вы можете эти все книжки, вот здесь, представьте, что они стоят на полке, вы можете все эти книжки поставить на их правильные места. Внимание, если за один раз разрешено переставлять две книжки, то есть, что я сейчас могу сделать? Могу взять любые две имеющиеся книги и их поменять местами. Вот представьте себе, что работает человек, которому сказали, пожалуйста, добейся, чтобы все 12 книг оказались на своих правильных местах. Ну, если он какой-нибудь, что сказать, сильно умный, то он, конечно, 12 рук, то он может 12 руками сразу захватить все книжки и поставить на правильные места. Но, а представьте себе, что он всего лишь двух рук. Ну, вот как я. Тогда совершенно естественно, что ему для того, чтобы не запутаться, чтобы ничего не попадало, ему просто делать такую операцию. Берешь какие-нибудь две книги и их меняешь. Вот давайте подумаем, что, собственно говоря, будет происходить при этих изменениях. Я хочу как можно быстрее поставить все книги на основу. Давайте сделаем так. Я сначала предложу не в этом смысле. Если у вас этот способ будет работать слишком, то, а может быть, он и сработает быстро. А может быть, и на самом деле так, но и будет, этот способ окажется самым быстрым, и мы это с вами сегодня докажем. Так вот, поехали. Поехали. Мы сейчас делаем так, чтобы все книжки поставили в других местах. Я буду делать так. Я буду брать любое место, где книжка стоит, неправильно. Какое место здесь есть, где книжки стоят, неправильно? Да, все места не помню. Все места не помню. Да вообще ужасно. Ну, замечательно. Вот у меня камера, например, сюда пришла 12. Замечательно. Я беру это место. И делаю, чтобы на этом месте стояла бы правильная книжка. Что это в данном случае означает? Должна стоять книжка номер 8. Детка номер 8. Вот книжка номер 8. А давайте я возьму и их поменяю. Смотрите, все остальное переписываю просто, что называется, один-детамок. То есть у меня вот здесь окажется 12, да? Вот. А книжка номер 8 окажется здесь. Замечательно. Заметьте, я ее уже больше не видеть не буду. Она оказалась на своем месте. Все нормально. Выпишу это вот так вот, да? Это 8 и 12. Помните, что это у нас такая операция есть. Хорошо. Все остальные книжки остались на своих листах. Я быстро переписываю. Я быстро переписываю. Так. А вот теперь, господа, я должен разобраться с тем, как же разлагается на циклы вот это новое христианство. На самом деле, отличие будет не такое уж и большое, но будет. Смотрите. Смотрите, что будет. На первом месте у нас теперь стоит не 8-я книжка, а какая? 12-я. 12-я. Слушайте, давайте я вам читать отдельно. На первом месте стоит 12-я книжка. Хорошо. А 12-я книжка стоит в каком месте? На 10-я. Слушайте, а не изменилась. А 10-я на каком? На 6-ом месте. Ой, на 10-ом месте что? 6-е. 6-е. На 10-ом месте 6-е. Так, хорошо. А на 6-ом месте что? 1-е. 1-е. Слушайте, господа, по-моему, у нас вообще ничего не произошло, кроме того, что вот эту восьмерку просто-напросто вынули и написали отдельно. Правильно? Здорово. Получилась такая расстановка. 1-12-10-6. И восьмерка теперь стоит на своем месте. А это значит, что у нас просто есть вот такой цикл для на 1. Замечательно. А с остальным ничего не произошло, потому что мы их вообще никак не трогали, что не понимаете, да? Хорошо. Давайте я нарисую, что это означает на картинке. А очень просто. Вот эта восьмерка ушла, возник новый круг, в котором одно единственное число, которое переходит само в себя. Хорошо. теперь, все-таки для того, чтобы у вас не было ощущения, что я делаю, что такое совсем специальное, кто-нибудь, назовите мне номер места, на котором сейчас стоит неправильная письма. Да, давай. Девять. На девятом месте стоит пятая письма. Так, господа, давай сделаем так, я быстро перепишу вот это. На девятое место я пишу девятку, имею право. И теперь я соображаю, что вот эту пятерку, куда я поставлю пятерку? вверх. На девятом месте. Что мы должны сделать, чтобы здесь оказалась книжка номер девять? Я должен взять вот эту, я должен был взять ее отсюда и соответственно эту книжку я должен был поставить на это место. Отлично, отлично. Я теперь пишу, что поменял местами пятую книжку девятой. Хорошо. А, собственно, все остальное я переписываю. Все остальное я переписываю. Восемь, здесь, десять. Хорошо? А, шесть, шесть, шесть. Что это? Шесть. Господа, давайте разбираться. Что будет на языке циклов? Вот у меня циклы были такие. Кстати, обратите внимание, циклов уже четыре они. А что будет теперь? Вот там, где раньше девятка переходила в пять, вот здесь это было, да? Теперь девять куда переходит? Девять переводит теперь девять. У нас добавился новый цикл с числом девять. Согласны? Так, отлично. Добавился новый цикл с числом девять. Так, теперь давайте разбираться. А пять куда переходит? Опять переходит в одиннадцать. А одиннадцать куда переходит? Понимаете, что на самом деле у нас произошло? У нас вот это число изъяли и сделали из него что это? Цикл первого. Одиннадцать. Мы уменьшили еще на одно. Какие вы еще три тысячи переставите? Одиннадцать. А? Одиннадцать и пять. Одиннадцать и пять? Да. То есть вот здесь. А, да, кстати. Самая такая понятная операция. Действительно, за один раз, если я перестану пять и одиннадцать, здесь вот встало число пять, здесь появилось число одиннадцать, все остальные числа остались. И заметьте, вот этот цикл распался на что? На два цикла. На два цикла. Этот цикл распался на два. Остался один цикл с пятеркой, другой на такой цикл распался. Хорошо. Здесь вот происходит шестерка, да? Здесь, ну, все остается. Восемь, два, один, семь, четыре. При способе, который я вам рассказываю, у нас количество циклов за одну операцию все время изменяется ровно на единицу. Все время возникает новый цикл. Причем не просто новый цикл, а возникает новый цикл. Какой? В котором ровно один или... А если я хочу перед тем-то показаться очень... Сейчас я сделал уже три операции, да? И каждый раз я выгляжу скучно довольно. Я беру книжку, ставлю ее на место. Представьте себе, я хочу показаться очень. Например, я возьму и поменяю местами первую и десятую книги. Как вы считаете, это мне поможет или наоборот? Я поменяю местами десять и один, то этот цикл взорвется на два. А у меня же цель увеличивать количество циклов. Здорово. Значит, если я вот эти вот сейчас поменяю, сейчас сделаю. А вот если бы я поменял местами элементы из разных циклов, то тогда эти циклы слились. А если двадцать разливаются, то на самом деле это грустно, потому что моя цель, чтобы в конце стало двенадцать циклов, каждый из которых состоится одного числа. Значит, господа, исходя из вот этих вот общих книг, давайте мне сейчас назовете какие-нибудь два числа, которые находятся в одном цикле. А? Шесть и двенадцать. Шесть и двенадцать. Давайте я сейчас попытаюсь как-то на них воздействовать. Так, где у меня здесь шесть? Алло. Все у меня здесь шесть фото. Где у меня здесь двенадцать? Вот двенадцать. Господа, делаем эксперимент. Мы сейчас, заметьте, никакая книжка на место не встает. То есть раньше все было просто. У меня за одну операцию одна книжка стала на место. А сейчас делают такую вещь. Я меняю местами именно их. Сюда встало число шесть. Сюда встало число двенадцать. Так, я еще буду обязательно нарисовать сюда. Шесть и двенадцать. Отлично. И все остальное переписываю. Все остальное переписываю. три, четыре, семь, пять, один, два, восемь, девять, да? Одиннадцать и десять. Господа, сейчас очень важно понять, как же вот этой новой перестановки выглядит. Что? Десять и двенадцать. Как выглядит разбиение на циклы этой новой перестановки? Поскольку это является абсолютно принципиально важным для сегодняшнего дня, то давайте я даже заново начну делать это разбиение на циклы. Смотрите, господа, есть единица. Куда она здесь переходит? В шестерку. Шестерка переходит в единицу. Значит, вот такой вот цикл из двух релегентов. Называется транспозиция. Когда меняешь местами два числа, называется транспозиция. Хорошо. Дальше. Двойка в тройку, тройка в четверку. Шестерка в два, в три и в четыре. Так, а четыре куда? Я слышал рано. В четыре в семь, а семь в два. Четыре в семь, а семь в два. Да, в точности вот этот цикл, который... Теперь куда пять пошло? Пять идет в пять. Собственно, это, если это важно, пятерка остается на месте, цикл для один. Шесть вы уже видели. Семерку видели. Восьмерка идет в восьмерку. Девятка в девятку. Так, хорошо. Десять идет в двенадцать. Правильно? Двенадцать идет в десять. Так, десять идет в двенадцать. 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 Десять. И в одиннадцать остается на своем месте. Господа, посмотрите, пожалуйста, что произошло на картинке. Вот этот цикл остался. Я не скажу, что он остался, да? А вот этот цикл, он разрезал. Разрезался он по тому, что мы с вами поменяли местами шестую и двенадцатую. Вы знаете, что такое? Вы слышите по кругу, потом перепрыгались надо сюда и здесь тоже. В общем, он разбился на два. На один шесть и на десять двенадцать. Наша цель все время увеличивать количество циклов. И вот мы видим очень-очень важную вещь. Когда меняешь местами два числа из одного и того же цикла, то цикл придется на два цикла. Если бы я, наоборот, поменял местами числа из разных циклов, то тогда они быстрились. Количество циклов бы уменьшилось, да? А моя цель это сделать в конце концов 12. Итак, я считаю, что я все объяснил. Между прочим, господа, осталось всего чуть-чуть. Потому что у меня остался вот сложный такой цикл из четырех элементов, да? И, собственно, я сейчас... Ну или два абсолютно очевидных цикла, да? Так, ну давайте как скажем. Сейчас я запросто могу поменять местами один и шесть. Поменять местами один и шесть. Теперь надо менять местами любые два числа. Заметьте, пожалуйста. На самом деле, даже не обязательно пишу ставить на месте. Меняем местами любые два числа из вот этих. Два, три, четыре, семь. Что хотите? Два, семь. Два, семь. Ради Бога. А вы не забыли экспозицию 10-12? Что? Вы не забыли записать в циклическую форму 10-12? Я помню, конечно. Нет, нет. То, что у меня... То, что там 10-12, конечно, да. Так. Итак, вы меня просите сделать два, семь. Это не проблема. Здесь вот два. Здесь вот семь. Я должен тут переписать. Здесь два, здесь семь. А все остальное переписываю без изменений. Согласитесь, проблем никаких. 10? Да. Давайте 10-12 переставим. Так. 10-12. Тут главное не забыли. Два в... Вот видите, в трех числах. Правда? Да. Что я должен сейчас сделать? Я выебать не должен поменять местами. Поменять 4 и 3. А потом поменим? 4 и 3. Не проблема. Значит, здесь... Что? 4 и 3. Вот надо написать сначала, потому что... Так. Вот я так написал. 3 и 4. Да, да, да. Меняю местами 3 и 4. Хорошо. 1, здесь 3, здесь 4. Здесь 3 и 4. Я поменял местами. Хорошо. Теперь 5, 6, 7. Это все понятно. 9, 10, 13, 13, 12. Так. Что у меня теперь стоит неправильно? 2, 4. 2, 4. Ой, ребят, чуть-чуть не рассчитал. Надо вот здесь еще написать. 2, 4. И здесь чуть-чуть не рассчитал. Тоже я не буду выписывать. Считается, что все. Хорошо? И у меня за... Давайте считать сколько раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. За 9 операций все мышцы встали на свои места. 9 операций. Всподавцы. Помните ли вы сколько было циклов в самом начале? 3. 3. 3. Циклов вообще было 3. Я даже помню длинные. 5, 3, 4. Помните? Длинные циклов. Да. Так вот на самом деле длинные циклы в данном случае не имеют такого значения. Важно их количество. Это самое число 9. Это 12 минус 3. 3. То есть в начале у нас было 12 минус 3. И перестановка состояла из 3 циклов. Каждый раз мы могли конечно неудачно сделать и уменьшить количество циклов. Это если бы мы взяли 2 книжки из разных циклов. Тогда бы эти циклы что-то засверлись. Но если мы так не делаем и меняем местами книжки из одного цикла каждый раз, то в таком случае количество циклов за одну операцию увеличивается ровно на единицу. Ну а значит в конце будет 12 циклов. Значит это 9 операций и все сделано. Господа. Вот это очень важный первый кусок нашего общего научного занятия. Между прочим у этой разности 12 минус 3 есть даже научное название. Те, кле, нен, перестановки. Не обязательно это слово записывайте заучивайте. Количество циклов. Количество циклов. В данном случае это было 3. Если бы цикл был один, то нам бы заметили понадобилось 11. 11. 12. Тя, тя, тя. 16.